Добрый день, коллеги. Я сейчас попробую представить разработанный нами курс нашей компании, который называется, если очень длинно, «Управление запасами для целей технического обслуживания и ремонта активов предприятий и организаций», или, если кратко, то это «Управление запасами для целей ТАИР». Некоторая очень небольшая часть нашего курса – это материалы, уже используемые в наших базовых курсах, о которых говорил Дмитрий Скворцов. Но я должен подчеркнуть, что эти материалы серьезно нами доработаны и очень и очень расширены. Более того, именно для данного курса были разработаны новые материалы, поскольку наше понимание данного вопроса расширяется, оно с каждым днем обогащается новыми знаниями, которые мы получаем из различных источников. Это какие-то различные, в первую очередь, это и иностранные, это и переведенные, это и книги, которые опубликованы у нас в стране на русском языке. Но плюс очень и очень много источников – это иностранные источники, это книги, о которых вот сказал Дмитрий, это назвал он, да, цифру такую 400 штук. Это интернет, конечно, потому что в интернете у нас сейчас очень много информации, ну, различные, это и сайты специализированные, это в том числе какие-то социальные сети, там, тот же LinkedIn, который, к сожалению, у нас сейчас недоступен в России, но доступен во всех остальных странах, насколько я знаю, нашего содружества СНГ. Ну, очень интересно, много информации, и мы ее всю собираем, мы ее осмысливаем и представим ее вам на нашем курсе. Итак, следующее. Для кого предназначен этот курс? Ну, если в общем-то, он предназначен для инженеров и специалистов по надежности, планированию, специалистов отделов складского хозяйства и закупок. Но ни в коем случае он не ограничен этими специальностями, да. Он любые специалисты, которые хотят знать и понимать современные подходы в области управления, в области менеджмента запасов, этот курс будет очень интересным. Специалисты, которые пройдут наш курс, должны, вернее, не пройдут, а которые приступают к курсу, должны обладать знаниями определенными, да, базовыми, теоретическими и практическими знаниями в области ТАИР. Но, опять-таки, я повторюсь, это необязательно, да, это необязательное требование. Будет лучше, если они знают какие-то вещи из ТАИР, но наш курс рассчитан и на, скажем, не специалистов ТАИР. Навыки – это обычные навыки, скажем, среднего инженера, то есть, как бы здесь, опять-таки, каких-то ограничений в этом плане нет. Итак, что будут знать по прохождению этого курса? Это цели и методы управления и контроля запасов, то есть мы с вами на этих курсах рассмотрим. Это поговорим о ключевых показателях эффективности. Я чуть дальше немножко более подробно буду говорить о именно конкретных наших презентациях, вебинарах, то есть это подразделение определенное по темам. Возможные принципы кодирования позиций запасов, возможные подходы к их классификации. Методы инвентаризации складских запасов, мы поговорим о них, поскольку подход к инвентаризации складских запасов, к их проверкам, он отличается от организации к организации и отличается в том числе от, скажем, наш традиционный подход постсоветский-советский, он отличается от подхода, скажем, западных компаний. Поговорим об основах адресного хранения на складе, поговорим о том, каким образом это можно сделать и нужно делать в системах CMMS, EAM и ERP. О системах немножко тоже коснемся систем, какие системы используют автоматизации, каким образом они отличаются и так далее. И поговорим о процессах движения запасов. Основные процессы – это приходование с входным контролем, перемещение запасов, выдача в работу и списание, возврат позиций запасов на склад. Что будут уметь слушатели в результате прохождения наших курсов? Это, естественно, работать с каталогами запасных частей, мы расскажем о них. В результате прохождения курса по планированию они поймут, как рассчитывать оптимальный размер заказа, какие уровни запасов бывают и как их рассчитывать, что такое страховой, максимальный, минимальный запасы. Оценивать критичность запасных частей. Вот мы здесь поговорим довольно подробно о различных подходах. Отдельный вебинар-презентацию будет посвящен классификации, категоризации запасов. Это мы рассмотрим основные методы ABC, XYZ анализов и построение матрицы на его основе, которая, в свою очередь, позволяет разбить позиции по политикам, то есть политики, определенные управления запасами, прикрепить на основании построения этой матрицы. Определять позиции складского хранения и контролировать складские запасы, научатся пользователи, и организовывать и осуществлять входной контроль качества позиций запасов. Каковы основные задачи курса? Здесь немножко, конечно, мы повторяемся, что умеют, что получат, какие знания получат пользователи, и каковы основные задачи курса. Здесь вот вы можете на слайде, я не буду повторяться, но дабы время не отнимать у наших пользователей, у наших потенциальных пользователей, наших курсов, слушателей, здесь можно увидеть на слайде, каковы основные задачи наши. Немножко просто я, как бы, комментарий свои дам. Вот первое, например, об основных проблемах в организации мы поговорим о миссии и целях организации, основных проблемах. Эти вопросы мы планируем осветить в нашей первой вводной презентации по курсу. Кроме того, мы расскажем о четырех основных ключевых элементах успеха процесса управления запасами и закупками для обеспечения мероприятий ТАИР. Это довольно интересный, очень такой специфический подход. Я думаю, слушатым будет очень интересно узнать об этом. Следующая, вот вторая задача, мы дадим представление, поговорим о представлениях запасов организации, дадим различные определения запасам, определим их функции и типы. Третья задача также будет рассмотрена, это планируется на втором вебинаре. Мы поговорим о терминологии, поймем, чем отличаются понятия контроль запасов, да, inventory control и управление запасами, inventory management. То есть вообще, как бы, к счастью или несчастью, но в основном вот управление запасами и используемый сейчас в том числе и в российских системах автоматизации, подходы и принципы, они все-таки идут от буржуев, да, от их, как бы, подходов, так же, как и стратегии ТАИР. Поэтому понимание, как вот Дмитрий, кстати, упоминал о том, что тот же инженер-надежник, он желательно для него знать английский язык, так и для, скажем, для понимания запасов и изучения современной литературы и подходов. Тоже неплохо знать английский язык, да, и использовать его в своем самообучении. Задача номер четыре – это отдать представление о некоторых показателях оценки управления контроль запасов, включая их оборачиваемость. Этим вопросом будет посвящена наша четвертая презентация вебинар. Также мы рассмотрим некоторые из этих вопросов нашей седьмой презентации. Далее смотрим основные задачи курса. Вопрос шестой, седьмой и восьмой. Об этом мы планируем поговорить с вами на различных вебинарах. Вот, судя у меня, по моим заметкам, это третий, четвертый, шестой и седьмой вебинары. Вопрос категоризации запасов и определения политик на основе принадлежности позиций запаса к тому или иному элементу матрицы. Мы поговорим на отдельном, я уже говорил, на отдельном вебинаре презентации, целиком посвященном этому вопросу. Десятый вопрос будет рассмотрен нами, среди прочих, в ходе проведения нашей седьмой презентации, которая вот сейчас уже практически завершена, подготовка ее. И она будет основана, эта седьмая презентация довольно интересная будет, я считаю. Основой ее будут подходы управления закупками и управления запасами МРО. Есть такой термин буржуйский, МРО Maintenance Repair All Hall. Ну, это, в принципе, тот же самый наш Таир. Есть ряд интересных очень подходов, ряд интересных книжек. И вот на основе этих вот подходов и книжек мы делаем довольно большую вебинар-презентацию, которую мы вам представим. Это седьмая будет по счету у нас. И, наконец, одиннадцатая задача – это основные практики, инструменты оптимизации запасов. Они будут рассмотрены нами в ходе нашей шестой презентации. Ну, здесь тоже обычно, если вы посмотрите в интернете, есть ряд подходов, практик к оптимизации, которые вот в частности были реализованы, я не знаю, как бы реализованы ли они были российскими компаниями, вполне возможно, да. Но в открытом доступе, по крайней мере, нет. А вот зарубежными компаниями они реализованы были и в том числе и с помощью автоматизированных систем своих. Это была такая компания когда-то Минком, они создавали продукт управления критическими запасами. И сейчас вот есть компания Аниква, которая сейчас была прикуплена компанией IBM. У них тоже вот есть подходы. А наш курс, он построен и как бы и на их подходах, плюс подходы, практика наша, поскольку есть у меня опыт с 2000 года, я работал в различных совместных предприятиях, внедрял систему управления, то есть как бы я плюсь с нашими слушателями и своим, в том числе и практическим опытом управления запасами на конкретных предприятиях. Ну, об основных темах, они вот представлены на слайде. В принципе, как бы в какой-то степени это повторяется то, что мы изучаем и какие вопросы мы собираемся решать в ходе нашего обучения. То есть, как бы, ну, что здесь как хотел бы дополнить, да, это вот управление запасами, это контроль запасов, мы поговорим о планировании, то есть, в принципе, все то, о чем я уже успел вам сказать. Есть вопросы, я готов ответить на них. Спасибо, коллеги. У нас второе название этого курса. Почему не завезли трубы? Вот так вот мы шутку называем. То есть, у нас проблема отсутствия запчастей, она всегда почему-то в голове механика, а не в голове инженера по запасам. Вот. Ну, Николай ответ и знает на эти вопросы. Привет, я мультяшный робот, простоев нет. Хочу рассказать о нашем курсе управления запасами для задач ТАИР. Курс подойдет сотрудникам, занятым в обслуживании и ремонте оборудования, складском хозяйстве, закупках оборудования и запасных частей для выполнения мероприятий ТАИР. Инженерам по запасам для процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 7 учебных модулей и рассчитана на 40 часов обучения. Некоторые из тем курса. Цели и методы управления и контроля запасов. Ключевые показатели эффективности управления запасами. Возможные принципы кодирования позиций запасов, возможные подходы к их классификации. Основы планирования запасов. Инструменты и лучшие практики оптимизации запасов. И другие. Курс проходит онлайн на нашей платформе SDO. Простоев, нет. Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами TAIR, от простоев нет, которые реализованы в России и СНГ. По итогам курса вы будете уметь Работать с каталогами запасных частей. Рассчитывать оптимальный размер заказа и уровни запасов. Оценивать критичность запасных частей. Проводить ABC и XYZ анализ запасов. Определять позиции складского хранения и контролировать складские запасы. Организовывать и осуществлять входной контроль качества позиций запасов. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика и тестирование, а по итогам обучения на курсе, вы сможете получить сертификат. Чтобы задать интересующие вас вопросы и оставить заявку на курс, переходите по ссылке под этим видео. До встречи на курсе!